Здравствуйте, друзья! Героем сегодняшнего видео будет известный многим жителям СССР, молодость которых пришлась на 70-е, 80-е и 90-е годы, домашний кинопроектор «Русь», который был разработан Ленинградским оптико-механическим объединением имени Владимира Ильича Ленина, сокращенно Лома. Для меня кинопроектор «Русь» является не просто приятным воспоминанием из прошлого, а нечто большим, потому что детское увлечение, которое возникло весьма спонтанно, также неожиданно переросло в одну из профессий, которую я освоил. Конечно же, вы догадались, что это профессия киномеханик. И вот уже на протяжении 7 лет, время от времени, я подрабатываю в местном кинотеатре нашего города киномехаником, показываю людям кино. Я расскажу вам не просто о кинопроекторе «Русь», так как подобных обзоров на ютубе предостаточно, а поведаю вам истории и факты, о которых, я уверен, вы никогда ранее не слышали. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Вилли, заряжай! Собственно, как выглядит полный комплект кинопроектора «Русь»? Значит, это вот такой черный чемоданчик, ящичек, как что, где, когда. Так вот он выглядит, сделан из кожезаменителя, у него есть такая ручка, тяжелый, заявленный вес 5 килограмм, сам кинопроектор весит 4 килограмма с небольшим, защёлка, как была на всех чемоданах того времени. Внутри типа бархата, голубого цвета, здесь вот по краям фиолетовая, выцвело со временем. И что внутри у нас? Сетевой кабель, разъём, как у компьютеров современных. Кабель очень мягкий, гибкий и очень приятный на ощупь. Розетка обыкновенная для того времени. Сейчас у нас в квартирах везде и в приборах евро розетки, евро вилки, вернее вилка. И чтобы его подключить, требуется переходник. Я использую обычный тройник, вот такой, потому что если без него, постоянного контакта не будет, и кинопроектор будет то включаться, то выключаться, как будто как короткое замыкание. Что ещё замечательно, так это то, что длина этого кабеля составляет 2 метра 20 сантиметров. Очень удобно. Дальше книжка-инструкция. Вот так она выглядит. Здесь всё написано, как, что, зачем, почему. Естественно, сам кинопроектор «Русь». Вот он. Идёт он с проекционной лампой. Вот лампа. Дальше. Объектив в футляре с логотипом «Ломо». Вот сам объектив. Потом идёт у нас вот такой комплект в пакетике. Здесь, значит, находится мини-комплект с переходными втулками для бобины. Вот они. Это если размер бобины используется нестандартный. Сначала втулка, потом бобина. Зубчатый барабан. Потом расскажу, зачем он нужен. Ручка для ручной перемотки. И запасные части. Это лампа KGM-12100. Вот она находится в пакетике. Два предохранителя на 3 ампера. Завернули, как в конфетку. Также ещё был пасек запасной, но он порвался. И который был в ремкомплекте, он уже стоит в кинопроекторе. То есть я поменял его. И последнее это 3 бобины. Одной вот я постоянно пользовался вот этой. И две с такими картонными заглушками. Ещё ни разу не использованы. То есть они полностью новые. Когда я учился в школе, то я, как и все мальчишки, очень любил ходить в кино. Потому что в то время по телевизору ничего интересного не показывали. Другое дело в кинотеатре. Кинг-Конг, Кинг-Конг жив, Восход черной луны, Робот-полицейский, Рэмбо первая кровь и другие фильмы, ставшие теперь бессмертной классикой. Тогда я жил в городе Герои Хабаровске. Кинотеатр назывался Восход и находился в 10 минутах ходьбы от дома. Билеты стоили от 10 копеек до 1 рубля. Но в основном это были билеты по 25 или 50 копеек. Каждый раз, посещая очередной сеанс с фильмом, я оборачивался назад, смотрел на исходящий свет от кинопроекторов из прямоугольных отверстий. И завидовал человеку, который крутит кино, смотрит совершенно бесплатно все самые лучшие фильмы и мультфильмы, да ещё и получает за это деньги. Да это же работа мечты. Так я думал в то время, мечтал о том, что когда-нибудь я обязательно стану киномехаником и пересмотрю все фильмы на свете. Когда мне исполнилось 13 лет, я начал подбивать родителей купить кинокамеру. Прошу юных зрителей не путать с видеокамерой. Вот это вот кинокамера. А вот это видеокамера. На вопрос родителей, а на чём ты будешь смотреть отснятый материал, я подготовленно отвечал. На кинопроекторе Русь. А глаз на него я положил давно. Несколько раз прибегал в магазин только лишь для того, чтобы снова и снова посмотреть на него и помечтать, что в скором времени я стану счастливым его обладателем. Но родители, увидев цену, говорили, что это очень дорого. Так мои мечты постепенно стали накрываться медным тазом. С момента последнего очередного посещения магазина с отдаляющейся мечтой прошло 11 месяцев. И вот однажды прихожу я со школы домой, а родители начинают меня расспрашивать о кинопроекторе. Продается ли он ещё в том магазине? Нужна ли эта вещь в хозяйстве и так далее и тому подобное? Я утвердительно отвечал на все вопросы, ничего не подозревая. После расспросов они оделись и куда-то ушли. Когда они вернулись, я не поверил своим глазам. Они принесли тот самый кинопроектор «Русь». Моему счастью не было предела. На данный момент этому кинопроектору исполнилось 28 лет. А 14 ноября 2019 года тоже было знаковое событие. Ровно 28 лет назад он стал моей собственностью. И видео выходит 14 ноября. Итак, рассмотрим основные части кинопроектора «Русь». Ручка для переноски на пружине. Дверца фильмового канала. Защёлка фильмового канала. Рукоятка переключения формата фильма. Супер-8 и нормальная. Ножка для подъёма кинопроектора. Съёмный кожух кинопроекционной лампы. Зубчатый барабан. Сменный. Это для обычной 8-миллиметровой плёнки. Придерживающие каретки с роликами. Верхняя и нижняя. Откидной кронштейн сматывателя с осью для бобины. Ось наматывателя для установки бобины. Клавишный переключатель с индексами управления. На передней панели рукоятка смены кадров при проекции остановленного кадра. С астробоскопическим диском для проверки скорости проекции. Маховичок для установки кадра в рамке. Задняя крышка кинопроектора. Винт крепления задней крышки к корпусу проектора. Гнёзда для подключения настольной лампы. Гнездо для подключения сетевого кабеля. Окно значений напряжения питания. Колодка для подключения синхронизатора. Тумблер переключения и освещенности лампы. А чтобы посмотреть, что внутри, откручиваем вот этот винт. Снимаем крышку. И видим следующее. Переключатель сети напряжения. Пожалуйста, выбирайте, какой вам нужен. 110, 127, 240, 220. Здесь находится предохранитель. Нижний наматыватель. Верхний наматыватель. Гайка с контргайкой для регулировки усилия прижима грейферной рамки к кулачку. Вот она. Контактная группа. Сальник для смазки кулачков грейфера. Цепь передачи вращения на фрикционы наматывателей. Пасек для передачи вращения от электродвигателя к горизонтальному валу. Переключатель напряжения и питания лампы. Теплозащитная заслонка. Объектив и держатель. И кольцо изменения фокусного расстояния объектива. Тубус для наводки на резкость объектива. А сколько же стоит сейчас кинопроектор Русь? Давайте посмотрим. И сразу же видим цены 1000 рублей, 500 рублей, 2000, 2700, 2200, 2500, 1700, 1500, 1350, 1000. Вот кто-то за 5000 рублей продает. 3000 рублей. 4, 5. Все зависит от степени сохранности. Вот даже вот видим кинопроекта Русь 20 тысяч рублей. Это Москва. Давайте посмотрим. Кинопроекта Русь новый, приобретен в 80-м году, ни разу не использовался. С трудом верится, конечно. Паспорт и инструкции имеются. Имеются небольшие потертости на чехле из-за хранения. На фотографиях на внешний вид действительно вроде как видно, что, может быть, на самом деле не использовался. Смотрите, все есть. Вилка старая. Но эта версия старше, чем мой кинопроектор на целых 11 лет. И инструкция другая, и чемодан другой. 20 тысяч рублей. Кинопроектор Русь является любительским двухформатным кинопроектором и предназначается для демонстрирования черно-белых и цветных кинофильмов. От снятых на кинопленке 8-мм формата, а также на кинопленке 8-мм формата типа S. Или по-другому Super 8. Здесь даже фильм такой, американский. Как без звукового сопровождения, так и со звуковым сопровождением с помощью магнитофона и электрического синхронизатора типа Cell. Ни разу он у меня не встречался. Вообще не представляю, как он работает, как это все подключается, при помощи чего идет синхронизация, каким образом точнее. Потому что на 8-мм пленке нет никаких пометок. Дело в том, что я знаком с кинопроекторами, у которых ширина пленки 16 мм. Так вот, там с одной стороны перфорация идет, а с другой стороны левее от кадров или правее, сейчас точно не помню, идут черточки наподобие азбуки Морзе. Можно, если так сравнить, как точка-тере, только там более длинные вот эти точки в виде маленьких отрезков. То есть большие отрезки, маленькие отрезки. Вот это как раз там наложена звуковая дорожка, и во время работы кинопроектора звук извлекается. Здесь же звук идет с аудиокассет, то есть магнитофон подключается к синхронизатору. Но как он синхронизирует изображение и звук, мне непонятно. Я пробовал включать кинопроектор, когда демонстрировал там мультфильм какой-нибудь. Заранее записывал на аудиокассету звук с телевизора. Все это одновременно включал. Звук все равно расходился. Он либо вперед убегал, либо опаздывал. И крайне мало, там, может быть, 10-15 секунд он попадал, синхронизировался с изображением. Но потом все опять рассинхронизировалось. Выставить рукоятку регулировки скорости проекции в нужном положении, чтобы была необходимая скорость, у меня так и не получилось. Поэтому смотреть мультфильмы со звуком было очень-очень проблематично, и все смотрелось как в старом добром немом кино. Также для синхронизации изображения и звука можно использовать синхронизаторы других типов, предназначенные для работы с кинопроектором «Русь». Но таких я тоже никогда не видел. Также в кинопроекторе «Русь» была возможность переключения механизма на обратный ход и плавной регулировки скорости проекции. То есть сколько вам кадров в секунду нужно было сделать, столько и делали. Правда, нету на рукоятке регулировки фровых обозначений, и все приходилось делать интуитивно. Также была возможность проекции остановленного кадра, ну или как сейчас это называют, пауза. Ну что, показываю, как зарядить пленку. Значит, это сюда. Берем бобину большую, одеваем, берем пленку, возьмем вот эту. Но погоди, десятый выпуск. На обратной стороне смотрим, что за тип пленки. У нас это 8 миллиметров. Приписки «Супер» нигде нет. Значит, нам нужен барабан. Абсолютно гладкий. Зубчатый барабан с канавками нужен для того, чтобы просматривать пленки, которые относятся к типу «Супер-8». О нем я вам говорил в самом начале видео. Дальше одеваем нашу бобину с фильмом наверх. Вот так. Отматываем примерно 70 сантиметров пленки и начинаем заправлять. Делается это следующим образом. Попадаем пленкой в перфорацию в зубчатом барабане. Вот так. Затем отгибаем пленку наверх, заводим ее за резиновый фиксатор и опускаем. Вот так. Да, пленка перфорации должна смотреть в нашу сторону. Далее открываем защёлку фильмового канала. Фиксатор оставляем в нижнем положении, где у нас написано «Н-8». Если бы пленка у нас была «Супер-8», тогда бы мы просто передвинули вот так вверх. Но перед заправкой, независимо от типа пленки, нужно опустить вниз. Когда пленку заправили «Супер-8», только тогда поднимаем вверх. Так. Делаем сверху обязательно петлю небольшую. Это делается для того, чтобы пленка дольше сохраняла свои свойства и не разваливалась раньше времени. Заправили. Нажимаем. Далее делаем петлю снизу. Точно такую же небольшую. И заправляем аналогичным способом уже снизу. Всё. Вот так это выглядит. Две петли. Верхняя и нижняя. Далее свободный конец пленки. мы заправляем вот в это отверстие специальное. Просто заводим пленку вот таким образом. Вот так вставили. Всё этого достаточно. И прокручиваем бобину. Можно это делать специальной ручкой, которую я также показывал. Но я привык так руками. Затем, чтобы убедиться, что пленка заправлена правильно, нам необходимо вот эту рукоятку смены кадров несколько раз прокрутить против часовой стрелки и понаблюдать, как у нас движется пленка. Делается это вот так. Мы видим, что пленка нигде не застревает. Нормально поступает. Всё, аппарат готов к демонстрации. Для этого нам нужно теперь выставить на объективе фокусное расстояние, скорректировать резкость и после этого запустить двигатель. Для этого включаем лампу, крутим кольцо для изменения фокусного расстояния на объективе, затем настраиваем резкость и включаем двигатель. Сейчас мы видим то, что на изображении присутствует часть следующего кадра. Это всё очень просто устраняется. Для этого нам нужно сделать регулировку вот этим колёсиком. Делается это вот так. Во время работы кинопроектора его кинопроекционная лампа очень сильно нагревается. Прямо очень заметно, чувствуется, потому что во всех кинопроекторах, хоть старых, хоть современных, стоят очень мощные кинопроекционные лампы. От них исходит столько тепла, что можно даже греться в лютые холода и морозы. Никакое топление вам не нужно будет. Поэтому из-за такого большого выделения количества тепла режим работы кинопроектора должен быть повторно кратковременным. То есть, например, 25-30 минут кинопроектор работает, 10-15 минут перерыв. Эти перерывы делаются для того, чтобы лампа остыла, отдохнула и не перегорела раньше времени. Да, кстати, кинопроекционные лампы это вам не обычные лампочки накаливания, которые мы используем в быту. Многие думают, что в кинопроекторах что-то подобное стоит. Такие же обычные лампочки с вольфрамовой нитью. Но ничего подобного. Там совсем другая технология. И это очень серьезные лампы. Даже вот на кинопроекторе Русь используется лампа КГМ-12-100. Ее обозначение 12 это 12 вольт, а 100 это 100 ватт. И это тоже непростая лампочка. И при ее установке, замене или регулировке лампы рекомендуется все манипуляции производить в солнцезащитных очках. Потому что недостаточно просто установить лампочку и запустить проектор. Эту лампу нужно еще правильно выставить, отрегулировать, чтобы поток света, который от нее исходит и проходит через объектив кинопроектора, распределялся на проецируемом изображении равномерно. Плюс ко всему, лампу нужно установить так, чтобы ее яркость была максимальной. А если рассматривать современные кинопроекторы, которые стоят в кинотеатрах, то там с лампами вообще все намного серьезнее. Например, в кинопроекторах Барко, там, конечно, кинопленки уже не используются. Сейчас все в цифре, там подсоединяются жесткие диски, либо они уже встроены в сам кинопроектор. Так вот, там используются лампы фирмы Ушио. Эти лампы поставляются в специальных защитных чехлах, и для ее замены или установки требуется соблюдать определенные меры безопасности. То есть вы должны также надеть очки, защитный фартук и специальные защитные перчатки. Такие меры безопасности связаны с тем, что лампа в любой момент может просто взорваться. И все эти осколки полетят в разные стороны. Поэтому все лампы для кинопроекторов, начиная от самых обычных и заканчивая профессиональными, рассчитаны на определенное количество розжигов-поджигов и определенное время работы. Включение кинопроектора кинопроекционная лампа поджигается или разжигается для разогрева нити. И потом из режима разогрева уже переходит в рабочее состояние. А не так, что вы включили свет и он сразу же загорелся. Нет, здесь все не так. Даже когда кинопроектор отключается, современные кинопроекционные лампы тоже выключаются постепенно. Сначала на кинопроекторе защитная заслонка, чтобы не повредить объектив в случае, если лампочка в силу каких-либо обстоятельств возьмет и взорвется. И только потом идет постепенное затухание лампы. В кинопроекторе «Русь» лампа работает в режиме разогрева. Это когда проектор просто подключен к сети питания. А также в пониженном режиме и в нормальном режиме. Естественно, что все эти обстоятельства очень сильно сказываются на стоимости таких кинопроекционных ламп. Такие лампы сейчас крайне дефицитны. Там стоит спираль специальной формы в виде прямоугольника. Можно сказать так обычными словами, что спираль квадратная, не круглая. Она соответствует размеру кадрового окна. Эта лампа галогенная из кварцевого стекла. Руками ее трогать нельзя. Только в тонких матерчатых перчатках. Чтобы не образовались жировые следы на стекле. Так как лампа нагревается до очень высоких температур и может выйти из строя из-за грязного стекла. И живут эти лампы недолго. Срок службы новой лампы не более 50 часов. Лампа, которая стоит в этом кинопроекторе, она родная, изначально была установлена. И до 50 часов ей еще далеко. Я думаю, что она даже и 10 часов за все время своего существования не отработала. Связано это с тем, что все кинопленки для этого кинопроектора они ограничены коротким хронометражом всего лишь от 5 до 10 минут. В среднем это 7 минут продолжительность фильмов. И у меня бобин с фильмами всего 15. Достать новые кинопленки в то время тоже было не так-то и легко. Они вот вам не продавались на каждом шагу в любом магазине. И даже из этой коллекции моей от силы катушек 5, которые я приобрел в магазине. Все остальные уже были бэушными, их мне принес отец. Где он их взял, для меня это как бы тайно покрытое мраком. Ну, я и не интересовался. И второй важный момент, о котором я уже говорил, то, что этот кинопроектор был куплен в конце 1991 года. В декабре 1991 года СССР распался окончательно. И начиная с 1992 года в страну хлынули видеокамеры, видеомагнитофоны и видеокассеты с зарубежными фильмами и мультфильмами. Само собой, как только у нас появился первый видеомагнитофон, надобность в данном кинопроекторе полностью отпала. Кинопроекторов «Русь» на тот момент существовало два вида. Отличались они только объективом. Это были кинопроекционные объективы PF-6А и объектив OP-1.8. Цена кинопроектора с объективом OP-1.8 была 108 рублей, а с объективом PF-6А цена кинопроектора составляла целых 130 рублей. И это говорит о том, что объектив PF-6А был гораздо лучше, потому что фокусное расстояние в миллиметрах у него было в диапазоне 18-30, а у объектива OP-1.8 было всего 18 миллиметров. 130 рублей для того времени, я вам скажу, была цена очень немаленькая. Это был 1991 год. Для кого-то это была целая зарплата, а точнее, даже больше, чем ежемесячная зарплата. А вот еще один забавный случай, который со мной произошел из-за невнимательности. Я невнимательно прочел инструкцию и все никак не мог понять, почему после зарядки определенных фильмов или мультфильмов у меня вот эти вот петли во время работы проектора начинали съедаться. То есть они прям уходили это вниз, это наоборот поднималось вверх, как бы вот так сжимаясь. Пленка начинала трястись, изображение прыгать. Не понимал я, почему это происходит. Начал выдумывать всякие разные способы, чтобы эти петли оставлять в этом положении, карандаши сюда подсовывать под верх и под низ, тем самым деформируя и травмируя пленку. А все оказалось просто. Нужно было установить правильный барабан. То есть там, где все это петли съедались, барабан оставался для обычной 8-миллиметровой пленки, а надо было ставить вот этот барабан для пленки Супер-8. И вы можете себе представить, я снова наступил на эти грабли уже спустя 28 лет, зарядил как положено, включаю, пленка съедается, что ты будешь делать, не пойму никак, в чем дело. Промучился минут 20, ну где-то так, перезаправлял по нескольку раз, проверял ту ли пленку я выбрал, чтобы поставить верхнее положение вот этот фиксатор, то, что Супер-8. И только потом вспомнил, что нужно просто поменять зубчатый барабан. Все, после этого все стало нормально. Так что, друзья, читайте инструкцию. А вот вам еще один факт, о котором вы не знали, и в ютубе этого вы не найдете. Согласно руководству по эксплуатации кинопроектора «Русь», в нем содержится внимание 0,27185, это каких, десятитысячных грамм металлического серебра. Эта ценная информация указана на странице 5 данного руководства. Практически целая треть от грамма содержится этого драгоценного металла в кинопроекторе. Это пленка 8 мм, а это пленка Супер-8. У 8-мм перфорация побольше, а у Супер-8 перфорация помельче и почаще. Зато кадровое окно у пленки Супер-8 больше, чем у обычной 8-мм. Соответственно, проецируемое изображение на пленке Супер-8 будет гораздо больше по размеру и качественнее. А это стоимость синхронизаторов звука СЛ-1 для кинопроектора Русь 500 рублей и всего их 4 штуки по всей России. По-моему, интересный аппарат. Я смотрю, лейбл тоже Лома стоит. Лома выпускал завод. Да, СЛ-1. Мне было бы очень интересно, каким образом он работает. Посмотреть вживую. Проектор быстрее, медленнее. колесико, которое позволяло выбирать скорость для синхронизации. Может быть, приобрету, чтобы потом попробовать со звуком. Не получилось в СССР. Может быть, сейчас получится. И состояние аппарата довольно-таки приличное. Да и цена недорогая. Примерно вот так несколько раз в неделю я устраивал вечерние показы мультфильмов для всей нашей семьи. Заранее составлял расписание и оповещал об этом родителей. Изображение транслировалось на белую стену. перегоревшее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok